Готовая утка по-пекински. Почему она тогда темная, может сразу же возникнуть вопрос. Давайте я сразу же вам покажу со всех сторон, как она подрумянилась. Она, дело в том, что с дымом была приготовлена. Тут два разреза сделал, чтобы лучше пропекалось мясо, чтобы пропитывалось. На, держи. Травы, которые были применены, это перец красный, приправ для курицы, розмарин. Итальянские травы, зелень оригана. Сейчас разрежем. Я уже тут пробовал самые жирные кусочки эти. Очень хорошо пропитываются жирные места дымком. Как это делается? Просто духовку кладется на железное, ну на что-нибудь не горючее, опилки, кусочки дерева. Я яблоню и бук применял. И поджигается, потом тушится, и оно дымится. М-м-м, вкусно. Да, хорошо, когда соли достаточно. Всегда не хватает немножко соли. Сейчас отрежем на грудке. Мясо выглядит вот так вот. Красное. Можно заметить. Очень вкусно, наверное. Запах шикарный. Немножко говядиной. Пахнет. Я сейчас буду микрофон закрывать, потому что очень вкусно. Да, соли хорошо, специи эти хорошо. А, я еще применял горчицу. Горчицу. И хорошо было бы немножко полить вином белым крепленым. Там специальные какой-то утки по-пекински. А, еще мед. Столовую ложку меда я применял. Вот. В общем, приправы хорошие. Соус надо еще сейчас брусничные крюквины сделать. Всем приятного аппетита. Покупайте утки. Можете у нас. Но лучше деревенскую. Они вкуснее, полезнее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok